Борются за победу вспоминают первостроители. Сегодня в спортшколе «Витязь» собрались юноши со всего Приволжского федерального округа. Их объединяет не только возраст, но и увлечение боксом. Различаются лишь весовые категории. Их шесть. Сначала на ринг вышли те, кто полегче. Подробности в репортаже Егора Орлова. Первенство Приволжского федерального округа по боксу среди юношей 96-97 годов рождения ежегодно и проводится на призы героев строительства КамАЗа. В этом году его решили посвятить Евгению Батынчуку, почетному гражданину нашего города, первостроителю. В этом году героя социалистического труда исполнилось бы сто лет. Битва 126 участников из 14 регионов России. Вот что такое первенство ПФО. Пермская, Самарская, Саратовская области, Татарстан и другие. Нашу республику представляют 14 боксеров. Трое из них чулнинцы. Например, Анвар Хаиров в первом же своем поединке одержал победу над соперником, представлявшим Нижегородский край. Надо правильно использовать свои преимущества, уверен спортсмен. Левый-левый, потом правый ударял я его джепом. Вот, и за счет этой тактики я выиграл. Я был выше его, и мне было удобно с ним работать. Но не обязательно быть выше. Победить – это значит правильно рассчитать силы, не совершать ошибки и уж точно не прощать зазевавшегося противника. Все участники сначала прошли отбор в своем регионе, и каждый знает, за что борется. На кону путевка на чемпионат России. Ребята борются за путевки на чемпионат России, который, возможно, в Казани пройдет. И, в общем-то, уровень соревнований очень высокий. Будем надеяться, что наша республика, Татарстан, достойно выступит на этих соревнованиях. Первый день соревнований провели 27 боев, но это только начало. Первенство продлится до 29 марта. В субботу состоятся финальные поединки, а сразу после подведут итоги первенства. На награждение уже пригласили почетных гостей, например, знаменитого советского боксера-тяжеловеса Евгения Судакова. Егор Орлов, Андрей Буслаков. РНТВ. Набережные Челны.